Навыки выживания в сложных ситуациях показали приморские ребята. 63-й слёт школьников края по прикладным видам спорта прошёл с размахом. Взаимопомощь, спасение пострадавших, преодоление препятствий и умение постоять за себя в трудной ситуации. Ребята показали всё, на что порой не способны даже взрослые. Давай, давай, давай. Всё, давай, вперёд, 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 вперёд. Ой, это лейталина. Что это, пацан, дружок, а нет, на краю полезал уже. Ой, ты не учу, ну, 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 ну. На слёт в посёлок Тавричанка Надеждинского района приехали более сотни участников, всего 13 команд. Ребята соревнуются в трёх основных дисциплинах. Это пешеходная дистанция, школа безопасности, юный спасатель, а также в других конкурсах. Помогают им тренеры и наставники. Выбрали 8 лучших детей, готовимся. Ну, вы видите, есть дети опытные, которые учат малышей. Есть дети, которые всё видят впервые, поэтому результат у нас будет непредсказуем. Дети очень волнуются, это всё довольно-таки ярко, очень интересно, ну, и они переживают, как они пройдут дистанцию. На выполнение каждого задания нужна достаточно серьёзная физическая подготовка, ловкость и сообразительность. Ребятам приходилось и по канатам спускаться, и вёслами махать. Конечно, под контролем представителей МЧС. Они же и являются кураторами всего действа. Участники подготовлены, они приехали сюда командами в составе 10 человек со своими представителями, тренерами. Проживают они у нас в полевых условиях, поэтому погружение в прикладные такие виды деятельности очень реалистичное. Профессиональные спасатели-вожатые обучали ребят правилам поведения на воде, основам оказания первой помощи пострадавшим. Все навыки отрабатывали тут же, на практике. К окончанию слёта ребята вполне самостоятельно могут вязать спасательные узлы, ориентироваться на местности, правильно действовать при возникновении пожара. Слёт хорош тем, что он делится в зависимости не только от возраста на различные возрастные группы участников, но и от квалификации. У нас сегодня есть группа дебют, так называемая, где ребята-новички год или, может быть, два занимавшиеся в объединениях по туризму, школе безопасности. Есть группа юниоры, которые уже имеют более высокую спортивную квалификацию. Есть группа мастера, конечно, здесь ребята, занимавшиеся много лет, имеющие разряды кандидатов в мастера спорта по туризму, неоднократные победители и призёры региональных, межрегиональных и даже всероссийских мероприятий по спортивному туризму. Олег Завьялов и Екатерина Матвеева. Новости на восьмом.